Подкачивают мышцы на шикарном теле 3D-эффект. Последние приготовления к открытому чемпионату Алтайского края по бодибилдингу подходят к концу. На сцену через пару минут. Спортсмены заскучали по зрителям. В прошлом году пандемия решила их выступление. Сегодня наверстывают. Бодибилдеры с Алтайского края, Хакасии, Иркутской и даже Якутии. Всего больше 80 участников чемпионата. Среди них есть как опытные профессионалы, так и новички. Ольга тренит в зале всего пару лет. Четыре тренировки в неделю, в период сушки все шесть. Коллеги девушки по основной работе поражаются ее выносливости. А вот некоторые посвятили бодибилдингу почти 30 лет. Евгений Константинов в спорте с 11. Выбор был неизбежен. Покорили киногерои 90-х. Всегда в детстве хотелось выглядеть на атлетичных ребят, быть похожим, которых показывали в бою 90-е годы. Есть какие-то приметы, чего нельзя делать перед выступлениями? Наверное, кушать лишнее. Ну, поели? Сегодня? Поем после соревнований. Некоторые же спортсмены в приметы не верят. Предвыходом на сцену предпочитают перекусить. Для 49-летнего спортсмена Руслана Абдурина сегодняшний выход о сцену не первый. К вниманию представительниц прекрасного пола уже привык. Смущения, наверное, не было никогда. Просто я очень коммуникабельный человек, очень общительный. И это лишний повод завязать какую-то беседу. Бодибилдинг – это олицетворение максимальной красоты, которое доступно каждому. Для этого нужно чуть чаще ходить в тренажерный зал, добавить чуть больше выносливости, и уже можно приобщаться к самому массовому виду спорта в мире. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.